МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Карина Щербакова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Завершился третий поток обучения в Ямальской школе кадрового резерва. Выпускников напутствовал глава региона. Рабочая поездка заместителя губернатора Александра Емельянова в ХАРП. В центре внимания строящиеся объекты. Жители поселка Северного сияния рассуждают о состоявшихся изменениях и перспективах территории. Водная гладь, классическая музыка и поэзия. Романтическое настроение одного из городских вечеров. Обучение в Ямальской школе кадрового резерва завершили 89 управленцев. На протяжении пяти модулей участники проекта развивали лидерские командные и коммуникативные навыки. Цифровые компетенции, а также стажировались у глав муниципальных образований. С важным событием выпускников поздравил губернатор Ямала. Помимо образовательных лекций и мастер-классов от федеральных экспертов в области экономики, кадровых технологий, бизнес-тренеров и психологов, резервисты участвовали в добровольческих мероприятиях, а также самостоятельно разрабатывали социальные проекты. На третьем потоке было принято решение изменить подход к подготовке проектных инициатив. Участники работали над актуальными проблемами, предложенными заместителями губернатора округа. В ходе обучения было выделено пять проектов по управлению коммунальной инфраструктурой, развитию рынка арендного жилья, карты морожка, повышению рождаемости, продвижению бренда Ямала. Выпускной экзамен принимал глава региона Дмитрий Артюхов. Защита проектов – это не главная цель. Конечно, главная цель – это атмосфера, которая произошла. Это те связи, та дружба, которая образовалась, которая, конечно, будет давать нам в самых разных других ситуациях хороший результат. Я в это очень верю, я думаю, вы это уже можете подкрепить примерами из вашего взаимодействия. Следующая задача, которую обозначил губернатор, – это создание сообщества трех потоков кадрового резерва. Это своего рода организационный вызов, который, по сути, подразумевает стирание граней между потоками и объединение их для достижения новых целей. Мы живем в очень непростое время, надо понимать, какие вызовы перед нами стоят. Нам нужно быть сильными, едиными. В тяжелые времена рождают сильных людей, сильные команды, сильные решения. Мы на Ямале должны в эти непростые времена именно такими быть. Все для этого есть. Ямальская школа кадрового резерва создана по инициативе главы региона и с 2021 года готовит будущих руководителей округа. За три предыдущих образовательных потока выпускниками стали 237 человек. Каждый четвертый из них добился карьерного продвижения. Ольга Болдырева, информационный агентство Лабутнанги при содействии Департамента внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного округа. Заместитель губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Александр Емельянов посетил с рабочим визитом поселок Харп. В правительстве округа он занимается всем строительным блоком региона и курирует два важных ведомства – Департамент строительства и службу госстройнадзора. Первый объект будущего туристического кластера, который будет создавать впечатление о поселке – железнодорожный вокзал. Это начальная точка в маршруте поездки заместителя губернатора. Представители подрядной организации рассказали о планируемой реновации. Ей подлежит само здание – пассажирский перрон, подъездные пути. К изысканиям проектировщики уже приступили. Проектно-монтажные работы начнутся в следующем году. Далее Александр Емельянов отправился на действующие строительные площадки. В Харпе завершается строительство спортивного комплекса с бассейном. Его открытие планируется на день поселка. Готовится распахнуть свои двери и старшая школа. Обновится не только само учреждение, но и его наполнение. Появятся новые образовательные программы. Далее комиссия посетила находящийся на капитальном ремонте корпус дома-интерната для престарелых и инвалидов «Мядика». Строители завершили монтаж стяжек, дверных проемов, заменили коммуникационные инженерные системы, приступили к отделочным работам. Александр Емельянов дал объективную оценку работе подрядчиков и призвал скорректировать сроки окончания строительства. Проезд Горный. Так теперь называется дорога в Харпе, соединяющая железнодорожный вокзал и квартал Северный, которая раньше была безымянной. Так решили сами жители. На портале «Живем на севере» проходил сбор предложений по названиям улиц. Лучшие идеи были определены большинством голосов. Помимо этого, в поселке Северного Сияния происходят и другие изменения. Что говорят об этом харповчане? В прошлом году в Харпе обновили дорогу от железнодорожного вокзала до квартала Северный. Сделали пешеходную дорожку и освещение. Правда, участок оставался безымянным. Недавно на портале «Живем на севере» жители выбрали название – улица Горная. Уже готова и адресная табличка. Ее презентовали во время совместного рабочего визита в поселок глав Приуральского района и Лабытнанги. Полностью преобразился и участок по улице Дзержинского. Здесь тоже обустроили пешеходную зону, а еще велосипедную дорожку. Установили двухстороннее уличное освещение. За последние три года в Харпе обновили фасады семи домов. В этом сезоне обшивка украсит еще четыре многоквартирника по адресам Дзержинского 5, 6, 10 и Гагарина 5. За последнее время поселок прям кардинально изменился. Его прям не узнать. Особенно это видно, ну вот как заезжаешь в поселок, сразу в глаза бросаются. Это дома, то есть они стали красочнее, ярче, ну и намного лучше это визуально выглядит. Детских площадок стало больше и они, ну так же, опять же, свежее выглядят. То есть дети постоянно, у меня трое младших братьев и сестер, постоянно дома вообще летом не появляются. То есть это какие-то площадки, это возле нефрита у нас есть, где покататься на велосипедах, на скейтбордах, на самокатах. За три года в поселке обустроено четыре детских площадки. Этим летом появится еще один игровой комплекс с четырьмя образовательными модулями, чтобы юные харповчане могли проводить время не только весело, но и с пользой. Место для прогулок есть и у взрослых. В Харпе созданы две общественные территории. В прошлом году обновилась площадь мира. Здесь расположились парковая и патриотическая зоны. А в 2022-м открылся новый сквер Петра и Февронии. Красивый и уютный. Харп обрел второе дыхание. Это просто видно каждый, можно сказать, каждый день. Особенно в прошлом году это была большая стройплощадка. Строились подъездные пути, бассейн и реновация школы была. Дороги расширили, велосипедные площадки сделали. Каждый день что-то изменяется у нас. Взять хотя бы северный характер открылся. Там сколько видов спорта. И бокс, и борьба, и карате, и тренажерный зал для детей. Для взрослых у нас там фитнес есть, сейчас аэро-йога открывается. Харповчан уже радуют места для творчества. Это молодежное арт-пространство и модельная библиотека с самым современным дизайном. Скоро распахнут свои двери обновленные социальные учреждения. Это дом культуры и сияния Севера и старшая школа после реновации. К одним поселка обещают открыть еще один новый объект. Это большой спортивно-оздоровительный комплекс. В нем будут бассейн, универсальный и тренажерный залы. Все это говорит о большом темпе позитивных преобразований. Карина Щербакова, Николай Снегир, информационное агентство Лабытнанге. Вдали от городской суеты и шума в компании «Друзей» лучшая композиция для любого вечера. Лабытнанцев пригласили послушать классику у воды. Уютный вечер был наполнен звуками, природой и музыкой. Этнопарк коми-деревня на время превратился в творческую гостиную. Выступление ансамбля духовых инструментов «Айс Брайс» – изюминка вечера. У ценителей классики была возможность насладиться живым исполнением. Живая музыка, как глоток воздуха, придает силам, снимает тяжесть души, наполняет положительными эмоциями. Душевное спокойствие, равновесие и умиротворение. Ой, на подвиги тянет. Какие подвиги? Посетить какой-нибудь музей, поехать под пуск. Вообще ваше отношение, наверное, к классической музыке, к стихам, к поэзии? Стихи, да, но к классическую музыку, как таковой, давно-давно не слушала. Это настолько трогательно, это так здорово. Мне кажется, что такая возможность закончить неделю, рабочую, безумную рабочую неделю, в таком умиротворении, в такой чудесной кампании, замечательной музыкой, стихами, которые я сейчас слушала, на мой взгляд, есть о чем поразмышлять. Спячка для нас закончилась, мы иные. Видишь, снежинки кружатся кружевные, и далека безудержная весна, та, что позволит вновь зашуметь реке. Кто-то проснется и удивленно вновь ощутить сумеет весла Харона в бледной своей руке. Он будет ждать, но мы уже далеко. Вероника Богданова, женщина которой, не мыслит себя без поэзии и любимого города. Ровно 30 лет назад она приехала на Ямал. Край суровый, северной земли влюбил в себя с первых дней. Тундра была и остается главным источником творческого вдохновения. Начала писать очень много стихотворений о севере, о тундре, о природе. И вот тогда, да, тогда был такой мощный толчок творчества, который, наверное, до сих пор еще не может никак остановиться. Но он уже нарастает, как снежный ком. Другие темы, другие мысли, другие какие-то размышления. Ну и итоги, естественно. Поэзия в сочетании с классической музыкой – творческий симбиоз, призналась поэтесса. Обволакивающая душевные атмосферы этого вечера была наполнена нотками пряности и цитруса. Горячий глентвейн с особым ингредиентом не давал гостям замерзнуть. Там плавает корица, имбирь, витамин С много. Наверное, главный ингредиент – это частичка любви, да? Конечно, любви к нашему городскому округу, к нашим людям, для кого мы это все организовываем. Мне очень нравится тема этого мероприятия, что оно свободное, легкое. Люди как раз после рабочего дня могут прийти сегодня и отдохнуть, выпить вкусно горячий глентвейн, пообщаться друг с другом в такой непринужденной, приятной обстановке. Этот вечер не оставил равнодушным никого. На пристани царила гармония, стихи, музыка, природа. Создавали тот самый душевный релакс, которого в повседневной жизни нам так не хватает. Светлана Кель, Эдуард Захаров, информационное агентство «Лабытнанги». На этом выпуск завершен. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова